Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в 60 секунд. Я немножечко пропустил момент, 19 дней, то бишь, и у меня цель дойти до спасения военными. То бишь, здесь ничего сложного-то нет, как я понял. То есть нужно просто играть по квестам военных. Самое главное, чтобы они их давали, и самое главное, чтобы они... С нами в итоге-то пришли, блин, а то зря будет потрачено, жаль будет потраченного времени. Так вот, второй квест от военных. Первый был просто, просто, типа мы о них узнали. Это вот, по сути, первый именно квест. Второе упоминание военных. Пора чистить ботинки и поднимать флаг. По радио опять вещали военные. Они просят приготовить фонарик, которым мы будем давать сигналы военному самолету. Самолет пролетает над нами сегодня вечером. Если они увидят свет нашего фонарика, то смогут нас спасти. Мы используем фонарь. Так, здесь у нас что? Дождаться дальнейших указаний. Подать сигнал о своем местонахождении с помощью фонарика. Да, все, показываем фонарик свой. И может быть, может быть, нас спасут. Хотелось бы, конечно. Я тут научился на карте нажимать на отметки. Ну, хрен, если самолет пролетел, правда. Так вот. Давай отметку вот сюда поставим, чтобы было. Что тут пишут? Все было нормально, но вдруг, ни с того, ни с сего, наш фонарик перестал работать. К счастью, нам удалось его отремонтировать до того, как мы услышали отдаленный гул самолета. Мы абсолютно уверены, что пилот нас видел. Посмотрим, свяжутся ли они с нами. Я думаю, что да. Долорес все еще чувствует усталость и, похоже, не может как следует выспаться. Долорес уже болела. Мы ее вылечили, она принесла еще одну аптечку. Короче, тут столько делов произошло за всего 19 дней. Обезвоживание, голод. Так, голодание. Обезвоживание, голодание. Да ты самый прожорливый, малый. Ну, зачем ты столько ешь? В экспедицию пока никто не пойдет. Сегодня у нас были очень необычные гости. Один из них ударил камень о камень. Издавая напоминающий лошадиный голод звук. А второй притворялся, что едет верхом на этой лошади. Они сказали, что ведут чрезвычайно важные поиски в надежде найти волшебный кубок. Но, к сожалению, потерялись на пустоши. Они попросили взглянуть на нашу карту, чтобы понять, где сейчас находятся. Слушай, я... Вот, карта мне нужна. Карта мне нужна, я не буду отдавать. Я помню, что это хорошие ребята, и они вроде как ничего не сделали нам с этой карты. И с нами тоже. Они даже вроде что-то в благодарность отдают. Но нет, карту я не отдам. Карта мне нужна, я хочу, чтобы она у меня осталась целая. Мы попытались им вежливо отказать, но наши гости обиделись. Они ускакали, размахивая деревянными мечами и выкрикивая что-то о срезании кустарников. Сумасшедший. Ух да, время раздавать запасы. Голод, усталость обезвоживания. Голод, ну и в принципе голод. Он одной банкой супа не наелся. Представляешь, ему нужно больше, чем одна банка... Четверть банки супа в день. Кошмар. Ситуация на пустоши все еще быть неизвестным. Нет, не стоит. Долорус в последнее время не очень разговорчива. Поговорим и спросим у нее, в чем дело. Да, конечно, давай спросим у нее, в чем дело. Хоть, может, разговор не задастся, но, как говорится, кто не пробует, тот ничего не добивается. А если ты будешь пробовать, то хотя бы можешь добиться. А если не будешь пробовать, то ничего не добьешься. Ни в коем случае. Так вот, у нас с тобой письмецо. Искренний разговор помог Долорус решить внутренние проблемы и развеять сомнения. Ей уже намного лучше. Когда Тед голоден, у него ручит живот. Так, а он не голоден же, мы его кормили совсем недавно. Помнишь, да, я тоже помню. Экспедиция отменяется. Принимая во внимание, что мы живем в изолированном противоядерном убежище, нас слишком часто беспокоит. С самого утра нам не дают спать какие-то непонятные звуки. Похоже, они доносятся из-под пола. И чисто случайно, мы только что заметили люк, по которому можно слезть вниз. И посмотреть, что там происходит. Слушай, ну... Из любопытства я бы туда залез. С фонариком. А может быть там еда? И вода. Пойдем с фонариком. Фонарик мне уже, наверное, не нужен. Потому что для военных он, по-моему, нужен только... Тем более, он у меня остался. А вот воды, по-моему, у меня стало гораздо больше. Соответственно, мы что там нашли? Да, две бутылки воды. Кто бы мог подумать, что под нашим убежищем находился секретный винный погреб. Благодаря нашему старому доброму фонарику мы нашли несколько завалявшихся бутылок. И хотя содержимое было больше похоже на воду, чем на вино, мы рады любым напиткам. Я считаю, что ты в воде должен быть рад гораздо больше, чем вину. Голодание. Голодание надо поесть. Голод, усталость. Голод, жажда. Так, экспедиции опять отменяются, потому что они нам не нужны. Неряшливый торговец с потрепанной сумкой на плече. Он предложил заключить разовую сделку. Давай. Нет, нам кот не нужен. Это же кот. Ну его нафиг, кота этого. Он только, блин, жрать просит. Больше ничего. Еще и царапает нас. Он, конечно, веселый. Типа ползает там по камере, по этой. Но нет. Нам он не нужен сейчас. Хотя, может, он в итоге все равно нам его бросит. Черт его знает. Мы с тобой в военных все-таки пытаемся выцедить, чтобы они нас спасли. Бабушка с дедушкой учили нас не покупать кота в мешке. Мы решили прислушаться к их совету и в этот раз. Времена дворовых распродаж давно канули в лету. Уж как-нибудь да обойдемся без хлама из этого загадочного мешка. Да, кот в мешке как раз там и был. Время раздавать запасы. Обезвоживание ставим в это голодание. Ставим еду. Ставим сюда. Обезвоживание, голодание. Смотри, опять ест и пьет. Он самый-самый-самый прожорливый. И больше всех хочет пить. Пока мы играли в игру «Назовись, что больше всего ненавидишь», не раз всплыло имя нашего соседа. Мы вспомнили, что у этого болвана в гостиной стоял сейф. И нам всегда было интересно, что там хранилось. Может, пора наконец это выяснить. Если так, то кому выпадет честь обчистить его... Короче, нашего заклятого врага. Тимми пойдет. Тимми не жалко. Тимми, блин, вернется из любой передряги. Он у нас очень выносливый и малый. Так что все будет хорошо. Так, что там? Указания от военных. Мы ждем указания от военных. Соответственно, сейчас мы их дождемся. Кто стучит в дверь? Стучит в дверь и... Он заболел. Открыли сейф и нашли противогаз. Плохо. Плохо, что мы нашли противогаз, но заболел Тимми. Давай мы его вылечим. Ну просто, если он у нас будет такой больной, то... Хотя, раньше времени не будем использовать эту аптечку. Может, она нам не пригодится. Точнее, может, она пригодится Теду. Вот Теду умирать нельзя. Мы играем с тобой за Теда. То есть, Тед должен в любом случае выжить. В каком количестве, не важно. Главное, чтобы выжил Тед. Можно сейчас Тимми вообще отправить на пустошь, но... Смысла нет. Сегодня к нам в дверь постучала девушка в белом. И рассказала историю о своем пропавшем брате-близнеце. Которого, скорее всего, взяли в плен бандиты. Он пытался свергнуть бандитского лидера. И теперь его сестра очень боится за судьбу брата. Он говорит, что знает, какие ему порядочные иллюзии. И мы сможем ей помочь. Это будет начало нашей крепкой дружбы. Блин, давай Тима отправим. Давай, ну а чё он? Хуже точно ему не станет. Всё, пизда. Тимми застрелили, походу. О, не, ж... О, блядь. Живой. Ты представляешь, живой. Ну и ну. Тимми выжил. Девушка тоже позвала своих друзей. И мы все отправились на поиски. Как оказалось, успешные. Найти пропажу не составило труда. Во время своего побега он застрял в какой-то антенне. На какой-то антенне. Возле забора и так висел. В результате дуэли молодой человек потерял ладонь. Но с ним всё будет в порядке. Так как ребята сразу же обработали рану. Близнецы долго нас благодарили. И обещали в скором времени связаться. Короче, здесь ещё есть концовка с близнецами. Я так понимаю. Потому что, ну... Если они с нами свяжутся, значит они... Смогут нам помочь завершить игру. Так, чё у нас здесь? Голод. Истощение голод. Голод болеет. Похоже, что снаружи достаточно тихо. Нет, спасибо. Сегодня за завтраком у нас отвисли челюсти. Когда наша карта вдруг свалилась со стены. Сначала мы подумали, что выпали гвозди, на которых она держалась. Но всё было на месте. Возможно, это был полтергейст. И нам нужно его изгнать. Но самое интересное, за картой оказался какой-то сейф. Интересно, что за сокровище внутри? Откроем? Конечно же, да. Ну как не открыть сейф, который у тебя в убежище? Чуму бы никакую не выпустить из этого сейфа. А так всё будет хорошо. Одна банка супа. Так. Жажда голодания. Голод. Болеет голод жажда. Опять экспедиция. Нет, спасибо. В последнее время Тет и Долорес ругаются по любому поводу. Сегодня они спорят из-за того, кто должен вынести ведро. Оба клянутся, что сейчас их очередь. Кому-то придётся уступить и всё-таки сделать это. Но кому? Долорес пойдёт вытряхивать мусор, потому что Долорес не самый главный игрок здесь. Если она выйдет на пустош и заболеет, в этом нет ничего страшного. Она не заболела. Отлично. Я бы отправил Тимми на самом деле, потому что она так болеет. Ебать, топор-то улетел. Долорес больше не смогла терпеть вонь. И в конце концов взяла дело. И ведро в свои руки. Тет почувствовал себя виноватым и пытался ей помочь. Но они оба подскользнулись и, в общем, уборка была долгой, нудной. И некоторые вещи всё равно пришлось выкинуть. Пипец. Дружки вы такие, конечно. Вы сломали топор. Обезвоживание и истощение. Без топора-то как? Мы решили на секундочку вы проверить наружу. Стоит ли ещё магазин за углом? Мы уже собирались выходить, как вдруг услышали в темноте рычание. Мы стрелём из ружья по этому всему и пойдём в магазин за углом, соответственно. И мы кого-то пристрелили. Возможно, не пристрелили, а просто-напросто напугали. Но ничего страшного. Самое главное, что мы живы. Быстро выстрелы из ружья. Спугнуть или убить существо. Мы больше его... Чё? Никогда не увидели. Истощение, голодание, обезвоживание, голодание. У тебя что? Голодание. Тимми, иди, пожалуйста, в эту экспедицию. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы принимали душ. Запах, царящий в нашем убежище, оставляет желать лучшего. Мы подумали о том, как помыться. Жаль, что мыло мы с собой не захватили. Но может, получится его сделать? Из противогаза? Из патронов? Мыло? Серьезно? Ребята, нет. Я ни в коем случае не буду этого делать. А уж из яда для тараканов никак не сделаешь мыло. Е-бать, серьезно, ребятки. Вы чего? Настал конец света. Кому сейчас нужен душ? Привыкнем. Это несложно. Представим, что мы пошли в поход. Это будет... О нет, это вонь просто ужасно. Только не блевать. Они все заболели, ты понимаешь? Они все заболели. Хватит сидеть сложа руки. Пойдет Тимми. И пойдет он без противогаза, потому что ему он уже не нужен. Он заболел. Можно с чемоданом его отправить. Пусть идет. Так, и собственно... От военных мы ждем. У нас топора нет. Понимаешь, топора-то нет. Блядь, тет зеленый весь. Если он совсем-совсем будет плохо, то я его вылечу, конечно же. Ну... Что тут происходит? Так, у кого что там? Истощение голод, жажда. Истощение голод болеет. Все хорошо в целом. Опять армия. Мы подумали, они где-то поблизости, но видимо, что-то их задержало. Кажется, нам придется еще подождать. В конце сообщения армия передала просьбу, но просят принести несколько канистр бензина на ближайшую автобусную остановку. Они нуждаются в топливе для передвижения. Мы не сможем сделать это быстро, поэтому для собственной безопасности нужно надеть противогаз. Было бы глупо смертельно заболеть как раз перед тем, как нас спасут. Уже кажется, как будто бы все. И очень скоро мы с тобой победим. И выиграем на концовку, которая у нас с военными. Но мне кажется, что как-то мне не хватит. Все готово. Канистры оставлены в нужном месте. А мы в целости с охранностью. Если можно это назвать домом. Мы, короче, дома вернулись. Что тут есть-то? Обезвоживание, голодание. Поешь, попей. Это ничего не нужно. Блин, топоры ты не продаешь, да? Жаль, жаль, жаль. Я, например, ради его еще одну купил на всякий случай. Или аптечку. А, за две бутылки. А, это он мне воду продает опять. Да пошел он в жопу. Мы просто ждем военных. И мы сможем спокойно уйти из этого убежища. Надеюсь, они не умрут до тех пор, пока они не придут за нами. В конце концов, мы решили, что ее предложения нам не подходят. Я согласен. Обезвоживание, голодание. Угу. Сегодня мы все время слышим какой-то шум, доносящийся с поверхности. У нас такое впечатление, что из зоопарка сбежали животные. И теперь они бегают над нашими головами. Может, у нас получится поймать какое-то свежее продовольствие? Кто пойдет наружу? Нет, нет, не пойдет никто наружу. Ты чего? Какое продовольствие у нас. Супа, блядь. Целый, целый этот сарай. Супа стоит вон. Шесть банок, и вот открытое. Ну нет, конечно, там не столько, но просто, как факт. Просто охота, это слишком рискованно. Я знаю, да. А, ну да, смотри. Шесть с половиной банок. Шесть с половиной банок. На куне нам кого ловить, понимаешь? Тридцать четвертый день, а у нас шесть с половиной банок супа. Этого хватит до конца жизни. Все ожидают, что после апокалипсиса будет мирно и спокойно. Так как... Ну, вы знаете, большинство людей нет в живых. Тем не менее, кто-то к нам пришел. Когда мы открыли дверь, то увидели странного мужчину в синем комбинезоне, который хотел у нас купить водяной чип. Водяной чип? Что это вообще такое? Давай дадим ему водички. Это вообще отсылка на первый фоллаут. Да, он ходил за водяным чипом. Хотя, в третьей части он тоже за какой-то ерундой ходил. За гэком он ходил в третьей части. А в первой части он за водяным чипом ходил. И нашел его в убежище, каком не помню. Забыл. Нашему гостю не понравилось, что у нас нет водяного чипа. И что мы не знаем, что это такое. Он отказался от предложенной воды и объяснил, что водяной чип – это очень важная вещь. Но прежде чем мы успели шли понять, он ушел на пустоши. Он же отказался от воды. Он же отказался от воды. Почему минус одна-то? Или не отказался? Отказался. А, так... Хрен его знает. Голод болеет. Болеет голод. Голод, жажда. Ничего страшного не происходит. Мы не уверены, так экспедиция не отменяется. Сегодня к нам заглянули близнецы и спросили, есть ли у нас в убежище карты города. Их группа уцелевших увеличивается с каждым днем, и в палатке уже кончается место. Поэтому они путешествуют по городу в поисках подходящего места для разбития лагеря. Знаешь, мы не будем им помогать здесь, потому что мы идем не по этой концовке. Будь здоров. Может они и друзья, но оно нам надо. Карта у нас всего одна, и это была слишком большая ценность. Им придется найти себе другую. Справедливо? Справедливо. Обезвоживание, голодание. Голод, жажда. Жажда голодания. А как насчет той поездки в Неваду, которую все время откладывали? Может быть должны отправиться туда? Мы рванем сразу после того, как выберемся отсюда. Я очень сильно на это надеюсь, ребята, что вы отсюда выберетесь, и что вы поедете в Неваду. Но пока, пока что мы сидим в подвале и мучаемся от соплей, потому что заболели и не мылись долго очень. Мухи летают всегда планировать заранее тоже хорошо. Но сейчас мы должны больше думать о распределении воды. Да воды у нас хватает. Обезвоживание. Тимми заявил, что прошлой ночью не мог заснуть, потому что Тед безостановочно храпел. Уязвленный Тед в отместку отпустил шуточку насчет огромных ушей сына. Отчего... Тимми разозлился еще больше. Он отчаянно ищет решение. Что тут можно сделать? Ничего. Можно шашки в уши засунуть. И не будешь слышать, как он храпит. Вот. Или в нос, например, чтобы... А, он тогда через рот начнет дышать. В конце концов, Тимми решил заткнуть уши шашками. Не бог весть, какое решение, но оно сработало. Он хорошо спал, однако на утро обнаружил, что одна из шашек пропала. Она что, застряла у него в ухе? Как мы будем без нее играть? Голодание. Ситуация на пустоши. Короче, Тимми идет нахрен в экспедицию. И снова то же самое. Постоянно одни и те же звуки. Странные звуки. Откуда они доносятся? Из труп? Стен? Или что-то находится за дверью? Мы не знаем, что это. И это сводит нас с ума. Мы должны сесть, расслабиться. Противом случае, нами завладеет паранойя. Мы играем в шашки. Мы просто сидим, играем в шашки. Потому что мы больше делать ничего не можем. Но без одной шашки. Потому что у Тимми она в ушах застряла. Застряла в ушах у Тимми шашка. Представляешь, как жить-то? Мы немного повеселились. И это помогло нам забыть о... А, что это было вообще? Голод, жажда. Голод. Голод. Идет Тимми. Тимми идет в противогазе. Ну, если... Хотя, ну, не поможет ему уже. Дождаться дальнейших показаний от военных. Просто ждем, сидим. Просто сидим и ждем. У нас с тобой даже занятия больше других и нет. Кроме как ждать. Сороковой день уже, кстати. Топора у меня нет. Вот это обидно. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Ничего, дальше сидеть. Обезвоживание. Грызуные мутанты нападают. Что такое? Грызуные мутанты нападают. Мы не знаем точно, кто это. Крысы, злобные кролики или просто мутировавшие химички. Нужно по ним шмальнуть, чтобы вообще-то... Главное, по банкам не попасть. Потому что если по банкам попадешь, там еще... А, ради вас заиграло. Попадешь по банкам, не будет ни банок, ни... Ружья. Вот, блядь. Ура! Запасы спасены. Блин, наша винтовка взорвалась. Круто. Круто! Круто! Военные опять сделали заявление по радио. Армия уже близко. Они просят выслать по одному человеку от каждой группы уцелевших, чтобы встретиться с нами. А с ними? И описать ситуацию. Звучит подозрительно. Ну, пойдет у нас... Долорес. Топората нет у меня. Топоры-то нет у меня, понимаешь? Топората у меня нет. Соответственно, это плохо. Кто-то стучится в дверь. Нам удалось прийти навстречу. Солдат с серьезным видом задал несколько вопросов, записал имена и сказал, что с нами свяжутся. Надеемся, мы произвели хорошее впечатление. Как жаль, что праздничные наряды не пережили взрыв. Истощение болеет голод, голодание. Вот это вот плохо. Сегодня нас посетил мутированный человек. У него выросло несколько дополнительных рук, которые нормально функционировали. Он рассказал нам историю своих людей. Таких же мутированных, которые, несмотря на тяжелые обстоятельства, остаются человечными и борются за выживание. Но когда они пытаются раздобыть запасы, другие люди их просто прогоняют в страхе чем-то заразиться. Если мы дадим ему немного провианта, он обещает помочь нам избавиться от бандитов, когда они в следующий раз нас побеспокоят. На супчику дам. Мне не жалко, я человек простой. Ну серьезно, а что будет-то? Так, что-то этот, по-моему, уже помирать начал, нет? Истощение болеет голод. Истощение болеет голод-жажда. Ничего страшного. К нам на огонек заглянул неряшливый торговец. С потрепанной сумкой на плечо он предложил заключить простую разовую сделку. Нет, не буду я как-то покупать за банку супа, вы чего? Тимми вернулся. И походу что-то даже принес. Он принес водички. И отраву. Топор не принес. Как жаль. Я бы хотел топорик. Что он принес-то, кстати? Две банки воды, да? И все. Жаль. Обезвоживание. Как раз у нас Тед захотел попить. Голод-жажда. Усталость, истощение, голод. Можно Долорес отправить на пустоши. Дождаться прихода военных. Просто ждем военных, получается. Давайте попробуем поймать волну. Давай попробуем. Кто стучится в дверь? Кто бы это мог быть? Блядь, радио сломали. Внутри радио что-то замкнуло, и оно загорелось. Нам удалось потушить пламя, но радио больше не работает. Как жаль. Голодание. Обезвоживание. Голодание. Сегодня к нам заглянули близнецы и спросили, есть ли у нас в убежище карта города. По кругу пошло. Так, нет у меня карты города. Извините, пожалуйста, до свидания. Будь здоров. Будь здоров, не чихай. Может, это вылечить? Может, ну его нафиг? Че он болеет? Может, они друзья, но нам не надо это. Я тоже так считаю. Голодание. Обезвоживание, голод. Вроде все хорошо. Может, вылечить его? Давай вылечим. Ну, а то хрен его знает вообще. Тимми, что-то... А, что это светится у тебя в кармане? О, нет, муравьи-мутанты. Когда Долорес увидел их жуткие маленькие жвала, у нее чуть не случился сердечный приступ. Она хочет от них избавиться, но Тимми говорит, что собирается построить атомную муравьиную ферму. Один из них обязательно добьется своего. Но кто? Ну, атомная муравьиная ферма звучит не очень логично. Вот то, что они могут нас всех покусать и съесть все, что у нас есть, поесть, это вот правда. Может, поверить Тимми лучше? Не, он их сейчас разведет, и они, блин, это самое. Они сейчас... Нас всех покусают. Нельзя, нет, ни в коем случае. Стучит кто-то в дверь. Тимми неохотно согласится избавиться от насекомых, но, выбравшись из его кармана, они стали ужасно агрессивными. Один даже укусил его за палец. Надо бы держаться от него подальше. Вдруг Тимми мутирует и отрастит за нынешевалы. О-о-о. Жажда голод, болеет жажда, усталость голода. Так, все хорошо. Так, это мы с тобой никого не отправляем. Чего мы никак не ожидали, так это увидеть на своем пороге одетых зеленых людей, которые твердят, что они берут у богатых и отдают бедным. Но именно такую картину мы и созерцаем. Пустить этих клоунов, по крайней мере, будет над чем поржать. Нет. Я подумал, что это военные, но, блин, нет, это что-то другое совсем. Мы решили не открывать этим странным людям и держали дверь закрытой, пока глаза не утихли. Мы не знаем, кто они, и хотим ли мы, чтобы они вернулись. В принципе, они выглядели безобидно, но можно ли доверять кому-либо в такие неспокойные времена? Я думаю, что нет. Обезвоживание. Держи. Так, никто никуда не идет. Мы еле дышим в этом чертовом бункере. За последние несколько часов ситуация заметно ухудшилась. Что-то может быть не в порядке с вентиляцией. Может, она забилась, если это так, нам нужно немедленно исправить ситуацию. Надо с фонариком слазить, посмотреть, что там с вентиляцией. И тогда, возможно, она починится. А, возможно и нет. Возможно, он сломает сейчас фонарь еще. Нет, не сломал фонарь. Значит, что-то все получше. Если вентиляция забилась, очевидным решением, кажется, проверить. Но, к сожалению, просветив туда фонариком, мы разозлили рой комаров-мутантов. Чем ухудшили без того плачевное положение. Рой комаров нас искусал и улетел. Голодание. Обезвоживание. Голодание. Никто никуда не идет. За завтраком мы услышали стук в дверь. Это был человек с чрезмерным количеством рук. Он сказал нам, что его люди переживают тяжелые времена. Так как им не хватает провианта. Куда бы они ни пошли, они по ним стреляют и только потом слушают. Наверное, это из-за внешнего вида. Дружелюбный мутант сделал нам предложение. Если мы поделимся запасами, то нас будут сопровождать во время следующей экспедиции. И обеспечить нам безопасность. Давай водичку что ему дадим. Ёпты, чё там? Тед заболел. Нет. А чё такое было сейчас? Незнакомец стал нашим другом. Как только мы согласились на его условия, нам это почти ничего не стоит. А мы... Всё понятно. Истощение голод. Истощение болеет. Обезвоживание, усталость, истощение, голод. Идёт следующий поход до Алорес. Если нам не безразличны будущие наших детей, нам нужно позаботиться об образовании. Может домашнее. Или вернее сказать бункерное обучение. Лучший вариант. Нам нужно что-то дать почитать. На, почитай. Вот дай ему шашки-то самое, ну почитать, конечно. Все читают шашки. Если ты не читал шашки, то жизнь не видал. Да-да, да. Именно так. Получается что? Получается, что... Сейчас... Так. С для теми больше, чем достаточно. Может он узнает что-то полезно. Идеально. Отправляется сейчас у нас с тобой, Долорес. На, поешь. Противогаз возьми. И она пойдёт в сопровождении. Получается, ей вообще ничего не будет. Она, возможно, что-то полезное найдёт. Долорес на пути поверхности. Хорошо. Раздаём запасы. Обезвоживание. Так, попить нужно. Батя. Так, здесь ничего не нужно. И здесь больше ничего не нужно. Мы проснулись под звуки стука в дверь. Точнее, создавалось впечатление, что нашу дверь хотят выбить. Может так оно и есть. Ну что, откроем? Откроем давай, чё уж тут. Убили? Пять секунд. Пять секунд. Всё. Вот так и живём. Мы, наконец, в безопасности. Военные пришли к нам на помощь и вытащили нас из этой адской дыры. Некоторое время этот крошечный бункер служил нам домом. Ну а мы не можем сказать, что будем по нему скучать. Мы не знаем, что будет ли... Мы не знаем, будет ли наше будущее светлым. Но если будет, то давайте просто надеяться, что свет не будет исходить от ядерного взрыва. Вот и вся история, ребята. Мы с вами прошли на концовку. С военными. Всем спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайк. Увидимся в следующих играх, в других видео. И обязательно подпишись. Подпишись обязательно. Тебе это не сложно, не жалко, а мне приятно. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.